Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достан и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм Леон или The Professional Но перед просмотром я бы хотел вам рассказать о моем канале где я снимаю влоги и вы также можете изучать английский там потому что я разговариваю с друзьями на английском собираться делать что-либо To be in love влюбиться в кого-либо To drop бросать прекращать I better kiss Look in the movies Oh Yes What you doing? I'm gonna kiss you But you stop, please Come on, just a kiss Stop Everyone is watching us Pasta, go see Enjoy You don't believe me, do you? What was that? When I say I'm in love with you? Matilda, please, drop it Just change subject, okay? Okay, okay, sorry So, how old were you when you made your first hit? 19 Питча 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 Я думала, что мы не имеем права выпить. Thought – это прошедшая форма глагола think – думать. На что он отвечает? Я знаю, но мы сделаем исключение для твоего первого клиента. Выражение «to make an exception» означает «делать исключение». Исключение для кого? «For your first client» – для твоего первого клиента. «We are making an exception for your first clients». Мы делаем исключение для твоего первого клиента. Хорошо, если мы делаем исключение для хорошо проделанной работы. How about a kiss? Like in the movies. То как насчёт поцелуя? Как в кино? No. Нет. Yes. Да. Well done – очень популярное слово, которое значит «хорошо». Здесь имеется в виду о работе. Well done job – хорошо. Мастерски проделанная работа. Если мы делаем исключение для хорошо проделанной работы. How about a kiss? То как насчёт поцелуя? What you doing? I'm gonna kiss you. Матильда, stop, please. Come on, just a kiss. Why you doing? Что ты делаешь? I'm going to kiss you. Я собираюсь поцеловать тебя. Матильда, stop, please. Матильда, остановись, пожалуйста. Come on, just a kiss. Давай, всего лишь поцелуй. Going to – необходимо в ситуациях, обозначающих или определяющих намерение, говоряющего совершить действие в ближайшем будущем. Другими словами, это продуманное или запланированное заранее действие. I'm going to kiss you. Я собираюсь поцеловать тебя. Come on, давай, да ну. В нашем диалоге выражается недоверие. Come on, давай, just a kiss. Всего лишь поцелуй. Стоп, прекрати. Everyone is watching us. Все смотрят на нас. Баста. Go sit down. Хватит, сядь на место. Enjoy. Приятного вечера. Everyone. Каждый человек. Все. Например, as everyone knows. Как все знают. В нашем диалоге everyone is watching us. Все смотрят на нас. To enjoy. Наслаждаться. В данном случае слово enjoy переводится в значение приятного вечера или приятно провести время. И слово basta. Заимствованное слово из итальянского, которое означает хватит, достаточно. Ты не веришь мне, не так ли? How's that? Насчет чего? When I say I'm in love with you, когда я говорю, что влюблена в тебя. В предложении you don't believe me, do you используется tag question или вопрос с хвостиком. Вначале используются отрицательные предложения, а после него запятая и хвостик. Смотрите, если в основном предложении отрицалось что-то, а в хвосте глагол имеет утвердительную форму. Мы же говорим на русском фразу. Это круто, не так ли? Это то же самое. You don't believe me, do you? Ты не веришь мне, не так ли? Матильда, пожалуйста, брось это. Just change the subject, окей? Просто смени тему, хорошо? Окей, окей, sorry. Хорошо, хорошо, извини. So, how old were you when you made your first hit? Так сколько тебе было, когда ты совершил свое первое убийство? Nineteen. Девятнадцать. Bitch, я обошла тебя. Он ее просит отбросить мысль о любви, говоря, drop it, брось это. Глагол to drop переводится в значении бросать, прекращать. Дальше Матильда спрашивает у него, во сколько ли он совершил свое первое убийство. So, how old were you when you made your first hit? To make a hit, сленги означают совершить убийство. Наверное, некоторые знают игру под названием hitman. Человек, который совершает убийство, наемный убийца. И в конце она ему язвительно говорит. Bitch, я, глагол to beat, основного значения бить, ударять. В данном случае словосочетание «битча» переводится как «произошла тебя», «опередила тебя». А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. Оставляйте в комментариях, какой фильм сделать на следующей неделе.